Срок гарантийного ремонта. Для любой техники когда-нибудь настает пора ремонта. Но для некоторых видов производителям предусматривается срок ремонта по гарантии. То есть, в случае поломки или несоответствия купленного товара заявленному, человеку дается возможность обратиться в сервис, где была совершена покупка. Сотрудники должны предоставить все надлежащие услуги бесплатно. Законодательная база по срокам ремонта. Все нюансы правил и возможности регламентированы законом о защите прав потребителя. Этот закон предусматривает проведение ремонта техники по гарантии, которую предоставляют изготовители, а в некоторых случаях и сам продавец. В законе говорится о том, что изначально период обеспечения должен быть установлен производителем, который обязуется за это время. Отремонтировать любую неисправность. Для продавца не исключается возможность продлить этот отрезок времени, но тогда работнику придется самостоятельно проводить устранение недостатков и неполадок. Сервисная услуга важна. Если покупатель, например, отдал ноутбук в ремонтный сервис, то специалисты не имеют права потребовать оплату за дополнительные детали. Или компоненты для полноценного функционирования технического устройства. Срок гарантийного ремонта. Начинает свое действие срок гарантийного обслуживания в день, когда субъект купил изделие. Если же приобретение было выполнено с помощью почтовых услуг, тогда сервисное обеспечение будет начинать отсчет с момента получения посылки. Кроме того, для некоторых предметов, к примеру, одежда или обувь, начало исчисления, первый календарный день сезона. Гарантия продукции, которая имеет свойство портиться в скором времени, тем самым ставит под угрозу здоровье или жизни человека. Имеет ограничение годности. Насколько быстрый или долгий этот процесс указывают на упаковке или в документе, в котором должна быть вся информация о товаре. Именно такое ограничение в употреблении продуктов и будет являться гарантийным. Претензия на ремонт. Документ с заявленными требованиями на ремонт устройства или техники нужно писать в двух копиях. В них обязательно должны быть указаны информация о продавце, наименование сервиса и адрес от заявителя, паспортные данные и телефон. Сущность претензии, дата, цена, описание недостатков или неисправностей, отсылка на закон ОЗП, изъявленный желание и подпись того, кто пишет требования. На заметку, при обращении в сервисный центр требуется предъявление претензии, талона и паспорта заявителям на ремонт по гарантии. В ситуации, когда проверка совершается прямо на месте, претензию записывают факт того, что неисправность входит в допустимые рамки сервисного обеспечения, но в ином исходе события изделия передадут на экспертизу. Там устранение дефектов выполнится в промежутке от 10 до 20 дней. Какой срок устанавливается на проведение ремонта по гарантии? На бесплатно гарантийное обслуживание закон о защите прав потребителей выделяет максимальный отрезок времени в полтора месяца. Важно обратить внимание, что если ремонтник не успел завершить работу в указанный временной интервал, то до полного устранения поломки. Каждый день начисляется пение 1% от цены изделия. Сроки проведения ремонта и его продления законодательства РЕФ устанавливает временное ограничение в зависимости от условий, если между двумя сторонами не был заключен договор, то принимается решение о качественном и срочном обслуживании. При этом продолжительность составит примерно 45 суток. Вне зависимости от уровня сложности есть один случай, при котором обслуживание может продлеваться. Это рабочий день, который припадает на праздничную дату, только при таком раскладе допускается добавить к сервисному ручательству за товар еще одни сутки. Неустойко подменный товар на время гарантийного ремонта. Покупателю по закону предоставляется право взять замены товар, пока сотрудники будут ремонтировать оригинал. Главным условием в такой ситуации будет соответствие замены оригинальному изделию, но выдача производится лишь при наличии требования. Такая услуга разрешена не для всех видов изделий, есть некоторые исключения, например, авто, мото и водный транспорт, предметы, комнатные обстановки, электроприборы, что предназначены для личного пользования, техника для кухни, холодное оружие. Что делать, если гарантийный ремонт не был проведен в сроке? Если произошло нарушение временных ограничений, выделенных на бесплатные услуги, лицо, обратившееся за гарантийным ремонтом, может потребовать выплату в виде неустойки. Причем сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в суд. Внимание! Для того, чтобы вернуть денежные средства или обменять товар, следует составить требование, в котором указать свои претензии и факты, подтверждающие их. На протяжении 10 дней просьба должна быть рассмотрена. Отказ в проведении гарантийного ремонта. Допустим, такую ситуацию, когда поступил отказ в обслуживании, хотя, к примеру, гарантия на бытовую технику по закону РЕФ еще не достигла окончания срока. Количество подобных ситуаций составляет большую часть всех обращений на сервис. Примеры оснований на такое отклонение использования предмета в целях, не соответствующих предназначению сбережения предметов вне созданных для того условиях, если произошла поломка в связи с чрезвычайными происшествиями или погодными условиями, визуальные повреждения. Если это электрический прибор попадания воды внутрь, гарантия была аннулирована. Предметный дефект продления гарантии. Промежуток времени, который был затрачен на решение проблем с техникой, добавляется в гарантию в удачном исходе решения проблемы. Если в процессе исправления дефектов был заменен какой-нибудь элемент, для него будет установлен объем сервисного обеспечения ровно в том же объеме, как на сам товар. Как гласит закон о защите прав потребителей, гарантийный ремонт для пользователей и изделия выполняется бесплатно. Также выделяются ограничения на некоторые предметы. Сроки могут продлеваться, но это зависит от условий. В случаях несоблюдения правил поступает отказ в устранении поломок.